Еще одна интересная возможность новой версии Lightroom – это предпросмотр результатов с любым профилем изображения. Что это означает? Это означает, что я могу предварительно оценить результат, который у меня будет получаться на печати. Естественно, при условии откалиброванного монитора, иначе результат будет неадекватный. Для того, чтобы оценить результат предпросмотра, нужно включить галочку «Soft Proofing». Обратите внимание, у нас изменяется вид изображения. Здесь появляется белый фон и появляется дополнительная панель. Здесь можно выбрать любой профиль. Сейчас установлен профиль Adobe RGB. Но, например, я хочу просмотреть, как это изображение будет выглядеть при печати на моем принтере. Профили принтера для конкретных бумаг у меня установлены. Поэтому я выбираю здесь нужный профиль. Вот сейчас он у меня выбран. Для того, чтобы включить другие профили, нужно нажать «Алза» и выбрать из списка нужный профиль. Вот сейчас я выбрал профиль для глянцевой бумаги Epson. Теперь я выбираю его здесь, чтобы он появился вот в этой строке. И смотрите, как у меня меняется изображение. Давайте я буду переключаться между профилем Adobe RGB и профилем Epson. На видео это может быть незаметно, но на мониторе очень даже видно. Обратите внимание на гистограмму. Здесь появляется предупреждение о выходе за пределы цветового охвата. Какие области выходят за пределы цветового охвата принтера. То есть принтер не может адекватно воспроизвести цвета, которые указаны вот этим красным цветом. Этих областей немного, поэтому здесь это не играет существенной роли. Но если этих областей на изображении достаточно много, то вместо деталей в этих областях мы увидим однородную заливку, плашку. И никакой детализации. И это значительно ухудшит качество снимка. То есть нужно будет произвести обработку изображения таким образом, чтобы не допустить слишком большого вот такого клиппинга для устройства вывода. То есть в данном случае принтера. Если же мы поставим не профиль принтера, а профиль Adobe RGB, то у нас можно просмотреть здесь и ограничения монитора. То есть какие цвета уже монитор не в состоянии будет воспроизвести. А вот эти цвета уже не в состоянии воспроизвести правильно принтер. Ну естественно Adobe RGB это пространство с большим цветовым охватом и напечатать его довольно проблематично. Давайте вновь поставим профиль принтера. Обратите внимание, как здесь изменились цвета. Вот то, о чем я говорил. То есть этот профиль исключает некоторые цвета из процесса печати и замещает их наиболее близкими по оттенку. Теперь можно имитировать бумагу и чернила. Давайте включим вот эту галочку. Simulate Paper and Ink. Обратите внимание, изображение немножко снизило контраст и вместо белого фона стал такой сероватый. Так происходит имитация печати на бумаге. Дело в том, что бумага ведь не излучает свет, как монитор, а мы видим только отраженный от нее свет. Поэтому она не может быть чисто белой. Обратите внимание, сейчас я увеличу изображение, как при этом изменяется контраст. Вот таким изображением было. И вот такое оно будет на печати. То есть контраст изображения будет немного снижен. Таким образом, включив имитацию управления цветом, можно подправить изображение под параметры печати. Когда мы начинаем здесь производить какие-то операции, здесь выходит запрос о создании виртуальной копии для вот этого софт-пруфинга. Давайте создадим и будем уже с ней работать. Теперь мы можем подправить параметры, которые нам нужно. Подрегулировать контраст, яркость с учетом отображения на бумаге. И таким образом, мы получим более приближенное изображение к тому, что мы видим на мониторе. Вот такая ценная и полезная функция появилась в версии Adobe Photoshop Lightroom 4.